В начале следующего года после ремонта откроет свои двери для посетителей первая городская поликлиника. О том, какие там будут принимать специалисты и как она будет работать, рассказала первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елена Кузьменко. Если вы обращаетесь для проведения медицинского осмотра, профилактического осмотра, двери широко распахнула поликлиника номер два. Если вы обращаетесь к участковому терапевту, если вы пациент пожилого возраста, геронтологический пациент, если вы инвалид, если ваш родственник нуждается в палеотивной помощи, то, конечно, это поликлиника номер три, где эти все службы работают, в том числе Центр амбулаторной хирургии. А вот первая поликлиника, там будет сосредоточено оказание первичной специализированной медицинской помощи. Это врачи-неврологи, офтальмологи, отоларингологи, врачи-эндокринологи. То есть там будет оказана специализированная медицинская помощь. Очень много жалоб больных на то, что они не могут пройти невролога, офтальмолога. К лорогу еще у нас вопросы были. Отоларингологу. Поэтому мы всех врачей узких специальностей собираем в одном месте. Первая смена у врача узкого специалиста закончилась. В следующую смену он, допустим, продолжит работать в военкомате. Другой доктор приходит во вторую смену работать. Таким образом мы сможем оказать помощь большему количеству людей. Об участковых терапевтах был следующий вопрос. Достаточно ли на областной центр имеющегося количества специалистов, и успевают ли они обслуживать всех нуждающихся в консультации и дальнейшем распределении к узким докторам. Буквально на этой неделе мы сфиксовали приезд еще двух участковых терапевтов. То есть наши кадры пополняются новыми врачами. Это не взамен, а в плюс? Где-то взамен. Сейчас мы уже в плюс немножечко начали выходить по участковым терапевтам. Но что я хочу сказать, что и работа каждого участкового терапевта, она тоже меняется. Вот посмотрите, мы у участкового терапевта убрали момент практически полностью вызова на дом. У нас есть кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе и врачи, и фельдшера. Второй момент. Мы сейчас думаем о том, как исключить диспансерное наблюдение за пациентами, перенесшими острые нарушения мозгового кровообращения, острые инфаркты миокарда. На сегодняшний момент у нас участковый терапевт принимают две смены. Пожалуйста, с утра можете обратиться, и после обеда можете обратиться. Но тут у нас, как у пациента, возникает история. А я хочу с утра быстренько пройти. И потому что на работу, или потом заниматься какими-то другими делами. А вот мы предоставляем поликлинику в течение всего рабочего времени с 8 утра практически до 8 часов вечера. Многие пациенты, имеющие сахарный диабет, пытаются записаться к эндокринологу, хотя, по словам руководства Минздрава, делают это напрасно. Тем самым создается очередь к этому специалисту. Некоторым может помочь и терапевт. Вы приходите на диспансеризацию, у вас выявляется сахар 6,5. Это плохо. Правильно, это плохо. Это повышенный сахар. Следующая история вас направляет к врачу-терапевту, который вам назначит. Исследование гликированного гемоглобина. Провести обследование у окулиста глазную дну. У невропатолога. Пройти ЭКГ, если оно еще не пройдено. Сдать общий анализ мочи на уровень глюкозурии. Сдать еще раз тащиковый сахар. И со всеми этими анализами направить уже на консультацию к врачу-специалисту. Врач-эндокринолог проанализирует полученный результат, установит диагноз и назначит лечение. А вот добиться стабилизации – это обязанность пациента вместе с участковым терапевтом. Только тогда, когда пациент, выполняя все рекомендации, не добивается целевого уровня гликированного гемоглобина, его повторно терапевт направляет на консультацию к специалисту, к врачу-эндокринологу. Рецепты, получается, выписывать может и терапевт? Конечно. По амбулаторной, в амбулаторной. То есть, если у меня по анамнезу должно выписываться и по анализам лекарства, мне не надо идти записывать. Я иду к терапевту, и он там выписывает рецепты. О переезде травмпункта говорили далее. Пациенты жалуются, что лифт не всегда работает, и по лестнице подниматься на костылях крайне неудобно. Для того, чтобы оказывать медицинскую помощь, нужно очень много нового. И самое главное – это необходимый набор помещений. То место, куда мы планировали перенести, те, кто живет долго в городе Магадане, знают, это старая инфекция, детская инфекция, где сейчас у нас расположен консультативно-диагностический центр ЦАО. онкологического диспансера. Но, к сожалению, мы туда не помещаемся по набору помещений. Поэтому пока травматологию мы оставляем на старом месте. Давайте-ка мы откроем, с чего началось. Откроем первую поликлинику, поработаем, посмотрим. В любом случае, планируется у нас и строительство, пусть не через год, пусть даже не через два года, но строительство нового хирургического корпуса на территории Магаданской областной больницы, и это вошло в мастер-план развития города Магадан. Еще больше вопросов и ответов на них вы можете увидеть в соцсетях Центра управления регионом Магаданской области.